Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня к нам в гости в студию Московского Педагогического Государственного Университета пришел хорошо известный вам гость, это замечательный российский историк, политолог Росислав Владимирович Ищенко. Здравствуйте, Росислав Владимирович! Добрый день! Кто смотрел нашу последнюю программу, то он приятно был удивлен тем, что мы с Росиславом Владимировичем уже говорили не об Украине или не про Украину, а решили начать цикл лекций, посвященной истории Великой Отечественной войны. Прошлая наша передача была посвящена самому начальному периоду войны, разоблачению некоторых мифов, которые существуют и в публицистике, и даже в исторической литературе, Ну а сегодня мы продолжим наш разговор об истории Великой Отечественной войны и поговорим уже о других мифах, которые связаны с историей войны второй половины 41-го года и уже 42-го года. Росислав Владимирович, ну вот вам карты в руки, давайте мы продолжим наш интересный разговор, который действительно вызвал неподдельный интерес у всех, кто видел нашу с вами передачу. Я читал отзывы самые замечательные, которых люди благодарили вас вот за столь содержательную и интересную беседу. На сей раз о чем мы поговорим? Добрый день, Евгений Юрьевич, я тоже посмотрел отзывы, и в частности нахнулся на такой, что вот я считаю, что все равно было предательство генералов, и не зря, мол, расстреляли генерала Павлова и его штаб. Можно, конечно, выдвигать любые идеи по поводу предательства генералов тоже, но дело в том, что генерал Павлов с его штабом был уже расстрелян, да, уже там командовал фронтом маршал Тимошенко. В ходе осеннего наступления, в ходе операции «Тайфун» Германия опять проводит крупнейшее окружение за всю войну. Тройной котел под Брянском и Вязьмой и фактически уничтожает на западном направлении весь второй стратегический эшелон советских войск. Но уже, правда, никого не расстреливается это. Дальше, на юге, в то время, когда Павлов терпел сокрушительное поражение, Керпонос с юго-западным фронтом, в общем-то, сумел остановить продвижение немцев, отступил на линию Днепра и достаточно, так сказать, прочно ее удерживал. Но начало сентября, к середине сентября, наступают две танковые группы. Значит, первая генерал-полковника Клейста, да, и вторая генерал-полковника Гудериана, и юго-западный фронт тоже попадает примерно такое же количество пленных, там 660-665 тысяч, как под Брянском и Вязьмой. И уничтожается полностью юго-западный фронт, гибнет генерал Керпонос, гибнет его штаб и так далее. Но это же вроде бы никак нельзя уже связать с предательством генералов, да. Более того, это нельзя связать и с внезапностью нападения, потому что уже стабилизирован фронт был и на западном участке, и юго-западный фронт был стабилизирован как раз тогда, когда Германия нанесла Советскому Союзу самое сокрушительное поражение в ходе войны. Да и под Ленинградом уже началась блокада в сентябре 1941 года. Да, уже началась блокада, но если на Ленинградском направлении, в общем-то, благодаря тому, что там командовал группой армий «Север», генерал фон Лейб, фельдмаршал уже к тому времени фон Лейб, советские войска смогли в целом отступить без каких-то там гигантских потерь, без гигантских котлов. Да, их отступали, их вытесняли, они терпели поражение, но, тем не менее, такого разгрома, как вот в центре и на юге, не было. Потому что Лейб был специалистом в обороне, не умел руководить танковыми частями, и в результате его генералы, у него, кстати, были прекрасные командующие корпусами, танковыми в 4-й танковой группе, там Манштейн, который потом стал фельдмаршалом, и вообще был лучшим стратегом Гитлера, и Лейнхард, который потом стал генерал-полковником, тоже командовал группами армии, армиями. Они, не получая возможности развить собственную инициативу, не смогли замыкать вот такие котлы, как были на центральном и на южном направлении. Значит, так вот, самое сокрушительное поражение, на что я хочу обратить внимание, советская армия понесла не в июне, а осенью 1941 года, то есть тогда, когда не было факторов внезапности, все гипотетические предатели были уже расстреляны, и даже уже к этому времени, с августа месяца, начали частично выпускать генералов, которые были там в 1939-1940 году посажены, потому что просто начало не хватать командующих армиями, корпусами, так как советская армия понесла потери не только в солдатах, но и в высшем командном составе тоже, и тоже очень большие. Это как раз, с моей точки зрения, и связано с тем, что советская армия, как я уже сказал, она была готова к войне и в техническом плане, потому что, как я уже говорил, если посмотреть на ее техническое обеспечение, то она практически Германии не уступала, а в количественном плане даже превосходила. Она была готова и в плане предвоенного развертывания, потому что в западных округах было развернуться свыше трех миллионов человек, при том, что Германия переходила границу с примерно четырьмя с половиной миллионами, в общем-то это сопоставимое количество, при том, что в артиллерии, в танках и в авиации Советский Союз наступающую группировку превосходил. Это связано именно с неспособностью командного состава проявлять разумную инициативу. И это, в общем-то, прослеживается как раз на всех ступеньках, начиная от младшего офицерского состава, заканчивая генералитетом. Неслучайно, если мы посмотрим на попытки советских контрударов в 1941 году, там все абсолютно командующие действуют исключительно в рамках спущенной сверху директивы. Вот написано у них, допустим, 10 июля перейти в наступление. Они 10 июля переходят в наступление, при этом, если соседняя группировка не успела сосредоточиться, на это никто не обращает внимания и просто выполняет свою задачу. И как раз в 1941 году, во время контрударов советских, зачастую они терпели неудачу, не столько потому, что немцы имели превосходство в авиации и так далее, а потому что они наносились разрозненно, когда танковые корпуса вводились в бой по частям, вводились в бой по очереди. Когда, скажем, один танковый корпус, вернее, механизированный корпус в Советском Союзе добивался определенного успеха, а соседи, которые должны были нанесить встречный удар, еще даже не перешли в наступление. А потом, когда эти были уже разгромлены, тогда в наступление переходили соседи, немцы просто громили их по очереди. То есть нет элементарного взаимодействия родного войска, частей одних соединений и так далее. Да, так вот я и говорил во время нашей прошлой встречи, что это связано с низким образовательным уровнем советского командного состава по сравнению с немецким. Потому что инициативу может проявить, и инициативу обычно доверяют офицеру, командующему, который имеет достаточный запас знаний. То есть без определенного образовательного уровня инициатива как таковая отсутствует. То есть человек может быть очень хорошим исполнителем. А немцы, кстати, и отмечали, что советские войска стояли и умирали прекрасно. Их очень трудно было сбить с позиции. Если мы посмотрим все записи германских солдат, офицеров, генералов первого этапа войны, они пишут, что мы впервые столкнулись с таким противником, и что это будет очень тяжелая война. Несмотря на то, что вроде бы они выигрывали великолепные сражения. Если потом мы посмотрим на 1942 год, то опять-таки с чем мы сталкиваемся? О факт или внезапности говорить уже не приходится. Значит, более того, уже прошло зимнее наступление советских войск. Уже не просто стабилизирована линия фронта, уже созданы ударные группировки для начала весеннелетнего наступления. И Советский Союз превосходит немцев и под Харьковым, и под Ленинградом, и в Крыму. Более того, в Крыму у Монштейна вообще пиковая ситуация. У него армия связана с Адой Севастополя. В это время у него в тылу высаживаются войска, которые образуют потом Крымский фронт, и которые превосходят его практически в полтора раза. Ну да, это Керченская десантная операция. Больно, но они захватывают Феодосию уже, потом-то немцы ее отбили. Но они захватывают Феодосию и, по сути, выходят на оперативный простор. Остается несколько десятков километров до Джанкоя, после чего в коммуникации перерезаны Монштейна в мешке. Тем не менее, за счет маневра вот этими оставшимися силами, он умудряется вначале стабилизировать ситуацию, потом сбросить Крымский фронт в море, а потом, в общем-то, и взять Севастополь. Чтобы, соответственно, со всеми правилами военной луки было вообще в принципе невозможно. Вот, подчеркиваю, это 1942 год. И на этих локальных участках достигнут перевес. Далее, под Харьковом Тимошенко переходит в наступление и опять-таки терпит сокрушительное поражение от фон Бока. Опять порядка 200 тысяч пленных теряет советская армия. Это вот как раз свидетельство неумения командующих, неумения офицеров, в том числе, на местах, проявлять инициативу и исходить из реально складывающей ситуации боя. То есть не просто из того, что было предписано на первом этапе в дилективе. Это они прекрасно делали. Но война — это всегда участие двух сторон. И, как писал Мольтке, все планы предвоенные заканчиваются в первый день войны. Потому что начинается сопротивление противника, вы сталкиваетесь с неожиданностями. И советские проблемы и 1941-го, и начало 1942-го года как раз заключались в том, что военная теория была прекрасная. Клеандофилов, он умер в 1931 году, поэтому он... Погиб он, по-моему, да? Да, погиб. Ну, трагически погиб. Он не стал ни комкором еще, ни генералом, но три ромба у него уже было. Он же был автором теории глубокой операции. А это тот же самый Блицкрик. То есть, по сути дела, немцы учились у него. Немцы учились на советской военной теории. Ну да, и, по-моему, он был одним из первых, кстати, кто вообще вот саму теорию танковых вот этих вот ударных клинг разработал. Теория глубокой операции. Несколько прорывов фронта, и туда вводятся подвижные войска, в результате чего армия граница в течение считанных недель, армия противника, и война заканчивается быстро. То есть, теория советская военная была абсолютно готова к новой войне. В плане подготовки технического, да, можно говорить, что там не все корпуса были укомплектованы и так далее, но в целом армия тоже была в техническом плане готова к войне той, которая была развязана. Более того, была возможность и на опыте финской войны изучить свои проблемы, и была возможность посмотреть на то, как была в считанные недели уничтожена французская армия. То есть, понять, какая именно будет война. И то, что был создан второй стратегический эшелон, показывает, что именно к такой войне готовился Советский Союз. Опять-таки, и личная, и индивидуальная подготовка солдат, в принципе, была соответствующей. Подчеркиваю, это противники отмечали. Но вот этого вот комплекса, который был у немцев, когда ставилась задача общая, а как ее решать, каждый командующий по лестнице вниз решал самостоятельно. То есть, командующий группой армии принимал свое решение, а дальше, когда оно транслировалось командующими армиями, они, исходя из обстановки, принимали собственное решение, командующие корпусами, дивизиями, и так до конкретного унтер-офицера, который на месте командовал взводом или отделением. За счет этого немцы достигали большей гибкости в ходе операций. Они опережали советские войска в маневренности не потому, что у них было больше техники. Они опережали советские войска в маневренности, потому что они быстрее принимали решение. Пока советские командиры согласовывали с вышестоящими штабами каждый свой шаг, там решение принималось на месте, исходя из складывающейся обстановки. И каждый командир, принимавший решение, нес за него соответствующую ответственность. Но и высшие командиры были уверены в низших, и низшие были уверены в высших. Они понимали, что их просто так шпынять за какие-то там даже и неудачи не будут. В связи с этим хочу обратить внимание на советского маршала, причем еще довоенного маршала, с моей точки зрения, недооцененного нашей военной историей на Семена Михайловича Буденного. Потому что его привыкли представлять как кавалериста, оставшегося еще в гражданской войне, который хотел вскочить на коня и скакать всех шашкой рубить. На самом деле, Буденный перед войной, когда начали расформировать массово кавалерийские дивизии, предлагал сделать то, к чему пришли, правда, вынужденно, но пришли в 1941-1942 году. Он предлагал создавать конно-механизированные группы, которые были бы, может быть, менее подвижными, чем чисто механизированные войска, но тем не менее, были бы более подвижными, чем обычная пехота, и использовать их как раз как ударные части прорыва. Когда советская армия потеряла огромное количество техники в первый год войны, вот именно к этим конно-механизированным группам пришли. Расформировать их начали уже в 1940-м году, когда произошло насыщение техникой советской армии. А конно-механизированная группа Плиева воевала до самого конца войны. В Абстрии, Венгрии она там. До самого последнего дня войны она, кстати, воевала. Но это ладно. Вот Будённый командовал юго-западным направлением, да, в составе юго-западного и южного фронтов. Происходит катастрофа под Киевом. Обращаю внимание, накануне этой катастрофы Будённый был единственным командующим, который предлагал отвезти войска. И за это был снят, потому что тот же самый командующий юго-западным фронтом Кирпонос сообщил, что он свои позиции удержит. А генеральный штаб предложил создать Брянский фронт и нанести удар во фланг Гудериану. И решение было, в принципе, правильным, опять-таки. Действительно, наступление Гудериана на юг было чистой авантюрой. И Еременко должен был его разгромить. Но, учитывая общую подготовку советских командных кадров, Брянский фронт, ну да, он выиграл небольшое сражение, чуть-чуть продвинулся, но, опять-таки, он выиграл сражение, причем не полностью, у частей, которые с фланга прикрывали основной удар Гудериану. Он не смог не сорвать этот удар и не смог нанести поражение Гудериану. Хоть Еременко обещал, что он уничтожит под лица Гудериана, лично Сталину обещал. И потом он, кстати, в своих мебуарах говорил о том, что лукавил, что когда Сталин ему ставил задачу, то он ему говорил, что его главная задача была с югу прикрыть Москву, а не ударить по Гудериану, чтобы не дать ему возможности окружить с северного фланга войска. Все командующие пишут с удовольствием о своих победах и перекладывают на других вину за свои поражения. Кстати, Еременко, в общем-то, был неплохим генералом. Он под Сталинградом потом воевал, замыкал окружение под Сталинградом. Кстати, того же Манштейна он громил во время его контрудара под Сталинградом, его разгромили войска Еременко, в общем-то. Ну да, да, вторая армия, гвардейская армия Малиновского. Да, но, тем не менее, в тех условиях он не сумел выполнить поставленную задачу. Так вот, происходит колоссальный разгром, да, это огромный обреж во фронте. Потеряно свыше 700 тысяч человек, только пленами 665 тысяч. Затыкать ее, по большому счету, нечем. Немцы после такого, менее катастрофического, Паулюс потерял там порядка 250-300 тысяч солдат, вместе убитыми, пленными там, в котле. Немцы после этого отступают до Харькова, и даже за Харьков, почти до Днепропетровска. Буденного возвращают командовать юго-западным направлением, и советские войска начинают поэтапно отступать. Понятно, что они не в состоянии сразу сдержать этот прорыв, но отступают они относительно недалеко. Они уже за Харьков завязывают упорные бои, и отступают недалеко на восток от Харькова после этого. С боями отступают, стабилизируют линию фронта, и она держится вплоть до мая 1942 года, в апреле-мая, когда начинается эта несчастная изюмбарденковская операция, которой советские войска уже под командованием Тимошенко потерпели поражение, уже перейдя в наступление. После этого начинается наступление немцев 1942 года на Сталинград и на Кавказ. И Буденный в это время командует до конца августа. Он командует северо-кавказским направлением. И там происходит то же самое. Войска не попадают в котлы. То есть немцы наступают, армия отступает, она оставляет территорию. Но нету таких катастрофических потерь в пленных. Линию фронта ему удается в конечном итоге стабилизировать. То есть последнее, когда уже Буденный был снят с этого командования, то линия фронта, по-моему, была уже стабилизирована по Кавказскому хребту. И там последние удары немцев в сентябре, в октябре, это были такие точечные уколы, попытки на выдохе выиграть самую операцию. То есть по большому счету в тех условиях, исходя из возможностей, вверенных ему войск, он действовал абсолютно правильно и грамотно. И по большому счету на юге он в значительной степени ситуацию, можно сказать, спас. Потому что если бы он бы действовал так же, как, скажем, Павлов в 1941 году, то неизвестно, где бы тогда оказались немцы. Тем более надо учесть, что первоначально главный замысел немцев был не Сталинград, а именно Кавказ. Да, Кавказ, да. На Сталинград потом уже стали оттягиваться силы. То есть он стоял, кстати, в планах, как одна из стратегических целей наступления, но не как основная. Это просто фланговое прикрытие основного удара на Кавказ. Поэтому мы опять приходим к тому, что проблема заключалась не в отсутствии знаний, даже не в отсутствии технического обеспечения. Потому что даже в 1942 году, когда промышленность еще не успела перестроиться, начать выпуск нужного количества техники в связи с эвакуацией, в связи с тем, что значительная часть промышленных мощностей была захвачена немцами в западных районах страны, даже в 1942 году за счет, кстати, того же самого Ленд-Лиза Советский Союз сумел восполнить потери бронетанковой техники. И, в общем-то, на фронте было достаточное количество, пусть там американских, пусть советских легких, но достаточное количество танков, которые были вполне способны противостоять немецким танкам того периода войны. Но вот там, под Харьковом, Тимошенко же в основном использовал как раз Ленд-Лизовскую технику. Ну да, так я, кстати, хочу обратить внимание, что мы там, допустим, говорим, что во время Ленд-Лиза Советский Союз был поставлен в общей сложности 6,5 тысяч танков, мы там выпустили чуть ли не 50, поэтому... Не, больше, у нас больше 102 тысяч. Значит, это, мол, капля в море, да? Да, значит, но дело в том, что в основном вот эта поставка пришлась как раз на критический 42-й год. Там уже после 43-го года, по сути дела, американские, английские танки не поставлялись. А если мы посчитаем, там 6,5 тысячи не собирались поставить, значит, а дошло в общей сложности там 5-700, по-моему, значит, то это, в общем-то, то количество танков, которое у немцев было на фронте даже больше при переходе границы. То есть как раз вот для того самого, для критического периода 42-го года это была очень существенная помощь Советскому Союзу. Именно в тех аспектах, которые он не мог закрыть в этот момент самостоятельно. Поэтому я говорю, что самая важная, самая критическая часть войны заключалась в том, что по всей цепочке командования советские войска не умели реализовывать свой потенциал. Просто не умели. И научились фактически к середине 43-го года к Курской дуге. Кстати, опять-таки, если мы посмотрим на сражение второго периода войны, на ту же самую Курскую дугу или на Киевскую наступательную, а потом оборонительную операцию 43-го года, в обоих случаях Ватутин противостоит Монштейну. В обоих случаях Ватутин имеет технический и количественный перевес. В обоих случаях он на выдохе, и опять-таки, только за счет этого самого перевеса, значительного, за счет большего количества сил, он выигрывает сражение. Подчеркиваю, он уже не проигрывает сражение, как проигрывали в 41-м, там, в 42-м году. Но он выигрывает, по сути дела, на выдохе, и выигрывает эти сражения с большим трудом, и только потому, что он имеет перевес, потому что в качестве маневра Монштейн его еще превосходит. При том, что Ватутин был не худшим советским генералом, а одним из лучших. Там, под Курском, Монштейн фактически прорвал все оборонительные линии и вышел под Прохоровку, и его там остановили уже армии, переданные из Степного фронта. Степного фронта, да, 5-я танковая и 5-я гвардейская. Я, кстати, в связи с этим хотел сказать, что не случайно, когда обслужался план предстоящей Курской операции, Ватутин был единственный, кто опасался, что мы оборону немцев не сдержим, и он предлагал как раз начать наступление Пермам. А что ему там Василевский, Жуков, они вообще... Но ему абсолютно правильно сказали, потому что уже неоднократно начинали наступление первыми. И заканчивалось это дело тем, что невыбитые немецкие резервы потом эти самые наступающие советские части громили. Это то же самое, что произошло под Харьковым, по сути дела. Ну, в марте же, в феврале-марте 43-го Жукову пришлось стабилитировать фронт под Белгородом. Да. Как раз вот после очередного наступления. Да, как раз после контрудара Монштейна, который сумел вытащить с Кавказского балкона 1-ю танковую армию, объединить танковые корпуса 1-й и 4-й танковой армии, нанести контрудар с юга во фланг наступающим советским частям, опять отбить Харьков, создать, по сути дела, критическую ситуацию. Но, опять-таки, там уже... Кстати, вот пример того, что уже научились воевать. Может быть, еще не очень хорошо, но научились воевать. Монштейн наносит внезапный контрудар. Наносит контрудар по растянутому флангу наступающих войск, выходит в тылы. И в ситуации 41-й, даже 42-го года, это было бы крупное окружение с огромными потерями. Сам Монштейн пишет, что очень мало пленных, всего около 20 тысяч, трофеев мало. То есть, основные войска успели вывести из-под удара, потому что вовремя начали отступление. Но, опять-таки, если вот сегодня посмотреть на те же самые события 41-го, 42-го года, когда от войск требовали стоять насмерть, и зачастую хоронили их в котлах, но не давали разрешения отступить, то мы обнаружим, что, в общем-то, нельзя сказать, что главное командование совсем уж было тактически безграмотным в этом плане. Потому что в сходных условиях принимаются сходные решения. Если мы посмотрим на решение Гитлера после поражения 41-го года под Москвой, после поражения под Сталинградом, это точно такое же требование. Неважно чем, неважно как, но стоять насмерть. И там, где войска этот приказ выполнили, например, в 9-й армии немецкой, несмотря на то, что у них в тылу была целая советская армия под Вязьмой, и воздушно-десантные кавалерийские корпуса, которые стояли в 2-3 километрах под огневым воздействием, находилась единственная транспортная артерия 9-й армии, они смогли удержать фронт, и они смогли в результате вот этот котел он себя в тылу зачистить с советских войск, где-то к весне, они к апрелю месяцу закончили зачистку. То есть, опять-таки, за счет того, что войска не бросили позиции, не начали отступление, они смогли в конечном итоге переломить ход боевых действий в свою пользу. Потому что вовремя отступить тоже надо уметь. Значит, когда начинается отступление, зачастую бросается тяжелая техника. В результате, да, выходят солдаты, но эти солдаты не способны больше воевать. Их надо переотвести в тыл, перевооружить и так далее. А фронт держать, по сути дела, некому остается. Кстати, если посмотреть мемуары Монштейна, он пишет там в одном из мест, что мы не смогли еще, когда он командовал корпусом в группе армий Север, мы не смогли продвинуться по дороге, которая нам была указана, командование, потому что она была полностью забита техникой, отступавшей советской механизированной дивизией. То есть, войска ушли, дорога узкая, болото, галючая закончилась, технику там полностью бросили. Но вот механизированная дивизия без техники, это по большому счету уже не дивизия. То же самое мы видим, скажем, зимой 1941 года, когда начинается отступление германских войск, там, где они понесли серьезные поражения, отступили на 100-200 километров, значит, там вся дорога усеяна брошенной техникой. Смотрим, там, Курсеншевченковскую операцию, там, где-то, опять-таки, тому же Монштейну удалось вывести окруженные войска. Примерно половину от общего количества окруженных солдат он вывел. Но техника вся осталась брошенной в этом самом котле. Смотрим ситуацию с окруженной армией Паулюса под Сталинградом. Даже когда Гитлер фактически дает разрешение на прорыв, то есть говорит, что вот пусть там Паулюс принимает решение о прорыве, значит, Паулюс это решение самостоятельно принять отказывается, мотивируя это тем, что у него не хватает горючего для танков, и что у него нет возможности вывозить с собой артиллерию, он вынужден бросить всю самую технику. И, в общем-то, там, можно спорить о правильности и неправильности этого решения, но, очевидно, в тот момент, когда ему разрешение было дано, уже в декабре 42-го года, да, наверное, в этой ситуации он уже был прав, потому что армия в городе, да, ну, фактически голая, босая, и не кормленная, и без боеприпасов, могла еще держаться относительно долго, удерживать свои позиции, она действительно удерживала еще больше месяца до февраля. А в голой степи, без техники, без боеприпасов, ничего, они бы просто перемертли бы, как мухи. Советский Союз, советские войска взяли, когда котел капитулировал, шестую армию, взяли в плен порядка 72 тысяч человек. А вернулось из плена всего 5 тысяч тех, кто был взят под Сталинградом, потому что они были крайне истощены, и пока они даже добрались до этих самых, до советских лагерей, они там уже вымирали, их не могли уже откормить назад просто, по сути дела. То есть степень дистрофии дошла до точки невозврата? Обморожение, истощение, и в результате вот этот вот марш потом до советских лагерей для них частично превратился в марш смерти, и плюс их уже не смогли спасти даже там, несмотря на то, что их пытались откармливать и спасать. Вот можно себе представить, что бы с ними было, если бы они вынуждены были бы совершить бросок в несколько сотен километров по голой степи, еще и под воздействием советских войск, которые, естественно, не смотрели бы просто, как эти колонны движутся к прорыву из котла. То есть отступление при такой вот общей, и не могу сказать даже тактической безграмотности, но при неспособности реализовывать самостоятельные решения по всей цепочке командного отступления тоже чревато тем, что армия рассыпается в ходе, она начинает бежать, бросает технику, рассыпается, и потом это уже не армия. Да, превращается, по сути дела, в вооруженный взброд. Да, поэтому отступать тоже надо уметь. То есть хорошо действуют те генералы, которые могут и умеют отвезти свои войска грамотно и сохранить управляемость ими. Если просто бросить позиции и начать под воздействием превосходящего противника движение назад, то в результате разгром может быть больше, чем при сопротивлении. При удержании жесткой обороны. Ну, опять-таки, возьмем пример той же самой крепости Бреслау. Гитлера критикуют за то, что он оставлял эти гарнизоны, приказывал им держаться до конца, даже в окружении и так далее. Но крепость Бреслау продержалась до конца войны. Уже слился Гитлер, уже капитулировал Берлин. И только после этого, 8 мая, по сути дела, капитулировала крепость Бреслау. Она в осаде продержалась около трех месяцев при постоянных штурмах советских войск. Понятно, что она оттягивала на себя превосходящие силы советской армии. То есть в условиях, когда тебе нечего противопоставить, приходится противопоставлять просто мужество солдат. И первая половина войны, 1941-1942 год, Советский Союз несет по сравнению с Германией просто катастрофические потери. Немцы теряют много. Гитлер даже не сумел в 1942 году восполнить полностью потери в боевых частях. Потери 1941 года. Но, тем не менее, по сравнению с ними, СССР потерял, по сути дела, всю армию, которая была сосредоточена в западных районах страны. Но окончательные боевые потери СССР и Германии примерно одинаковы. То есть, начиная с 1943 года, катастрофические потери начинают нести уже немцы. При этом немцы применяют ровным счетом ту же тактику, которую применял Советский Союз в 1941-1942 году. Несмотря на обходы, охваты и так далее, Гитлер требует стоять на месте, стоять на месте, стоять на месте. То есть, уже маневра нет, условно говоря. Да, более того, он в конце марта 1944 года вызывает к себе Манштейна и Клейста. Оба уже фельдмаршалы, оба заслуженные. Клейст со своей 17-й армии продержался на Тамане чуть ли не полгода. Оба мастера маневра. И он им говорит, что время специалистов по тактике на Восточном фронте прошло. Теперь ему нужны генералы, которые будут строго выполнять приказы фюрера. Вручает им дубовые листья к рыцарским крестам, отправляет в отставку, но при этом в почетную отставку. И говорит им, что когда Германия опять начнет наступать, тогда он воспользуется их услугой. Сколько Германия больше наступать не начала, их услуги Гитлеру больше не понадобились. Но я почему-то понимаю, он пользовался их услугами. Они были одними из его лучших генералов. Причем, если Клейст он не любил, то к Манштейну он испытывал даже уважение. У него не возникало проблем в том же самом 40-летнем, в 44-м году. Хотя Манштейн был сторонником всегда гибкой тактики, такой гибкой обороны, подвижной обороны, маневренной обороны. Все время предлагал здесь отступить и нанести контрудар. Отступить и нанести контрудар. Но к тому моменту, когда немецкие войска стали явно уступать советским в подвижности, а советские командиры научились проявлять инициативу и действовать в соответствии со складывающейся обстановкой, Манштейн даже при всех своих талантах, а все-таки он такой талантливый у Гитлера был один, остальные тоже были не бестолковые, но были вполне сопоставимы с противостоящими им советскими командующими. Так он даже при всех своих талантах уже не мог больше выигрывать сражения. Он мог просто не так катастрофически проигрывать, но выигрывать уже не мог. И, соответственно, если посмотреть на результаты, то тактика, которой придерживался Гитлер во второй половине войны, она принесла Германии катастрофические потери в живой силе. Немцы действительно потеряли миллионы солдат из-за этого, но она затянула войну. То есть если бы не вот это вот требование стоять и умирать, то в таком случае, наверное, война бы закончилась в году в 44-м уже. Поскольку лучшие свои силы, кадровую пехотну, немцы потеряли частично в 41-м году, частично в 42-м под Сталинградом и на юге. После этого войска, по сути дела, пополнялись уже новобранцами. Ну да, маршевыми частями. Единственное, где оставалась система обучения, это люфтваффы и танковые части. Более-менее кадровые пехотные соединения у них сохранились только в 16-й и 18-й армиях, у которых фронт был стабилизирован, начиная с 41-го и до начала 44-го года под Ленинградом. У них не было там ни серьезных продвижений, ни серьезных отступлений. Во всем остальном, качество их пехоты, в том числе и качество унтер-офицерского состава леска, снизилось. И, соответственно, они уже не могли вести такие маневренные боевые действия, как они вели в 41-м, 42-м году, просто потому что рассыпалась вот эта вот линейка командования. Они тоже в низовом звене уже не могли проявлять инициативу, они могли только выполнять приказ. И чем дольше шла война, чем больше выбивался не только солдатский, но и кадровый офицерский состав, тем более жесткие требования предъявлялись к немецким войскам по поводу тупого выполнения спущенного сверху приказа. Думать не надо, надо сидеть в окопе и стрелять, пока тебя не убьют. Ну или пока плен не захватят. И, учитывая, что у нас был очень сильный противник, немецкая армия в плане морального духа и в плане общей боевой подготовки была на тот момент сильнейшей в мире. Вот эта танкника, она давала свои плоды. На севере войска немецкие тоже держались до 8 мая в полном окружении, там самая бывшая группа армии Север, там группа армии Курляндия. После разгрома в Белоруссии, а 44-й год для немцев в Белоруссии, это то же самое, что 41-й для Советского Союза. Ну да, да, катастрофа настоящая. 400 тысяч человек только в плен попало. Причем за какой-то там месяц, ну чуть больше месяца. Да, это фактически 41-й год наоборот. После катастрофы в Белоруссии они стабилизируют фронт по Висле, и этот фронт держится долго. Ну да. Значит, он держится до начала 45-го года, до января. Значит, после Вислы они стабилизируют фронт по Одеру, и тоже, в общем-то, его там пару месяцев еще удерживают. А, в общем-то, это уже все, Германия уже со всех сторон окружена союзниками, и у него уже просто не хватает сил затыкать все дыры в этих самых во фронтах. То есть, он, в общем-то, правильно оценивал потенциал своих войск, и поскольку он уже понимал, что войну в ничью свести нельзя, как предлагал Монштейн, будем воевать долго и упорно, пока у них не отпадет желание воевать с нами. Да, он сделал ставку на то, что противоречия между союзниками взорвут объединенные нации раньше, чем они успеют добить Германию. И он пытался как можно дольше затянуть войну ценой каких угодно жертв. Значит, и у него это получалось, наверное, как минимум на полгода, может быть, и на год он таким образом войну затянул. То есть, представляю, что сходные проблемы, да, упало качество войск у Германии, и она начала применять примерно ту же тактинг, которую применял Советский Союз в 1941 году. Упало качество командования, значит, все, не надо инициативы, выполняйте директивы. Поэтому, если вот смотреть на историю войны в комплексе, да, а не там выдергивать отдельные операции, то мы увидим, значит, абсолютное зеркальное отражение. То есть, 1941-1942 год — это абсолютное превосходство немцев при том, что количественного и даже качественного превосходства, технического превосходства особого у них нет. 1943 год — это стабилизация, когда получается, в общем-то, так на так Советский Союз наступает, там, во второй половине 1943 года, но с большими трудностями, с большими проблемами ломает германское сопротивление. И 1944-1945 год — это фактически для Германии, 1941-1942, для Советского Союза немцы терпят точно такие же. Ну да, кольку начала войны. Да, точно такие же катастрофические поражения терпят немцы, значит, и применяют, самое главное, абсолютно ту же тактику, которую применял Советский Союз. Вы знаете, Расклана Владимирович, очень интересно, но, к сожалению, наша программа подошла к концу. Мы обязательно продолжим этот разговор. Я думаю, что в следующий раз, может быть, мы подробнее остановимся, каким образом советское политическое руководство все-таки смогло переломить ситуацию, в том числе и в подготовке кадров. Да, я думаю, это будет интересно. Да, потому что именно от решения Верховного Командования во многом зависела подготовка войск и создание тех условий, которые и сыграли решающую роль в последующих событиях войны. Ну, а с вами, дорогие друзья, я в очередной раз прощаюсь. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok